карамель яблоки и клюква идеальное сочетание не пирог а торт сплошное наслаждение всем привет сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного воздушного и нежного пирога с яблоками только этот пирог будет у нас перевертыш на дрожжевом тесте и так какие продукты мне для этого понадобятся для теста мука молоко сахар соль сухие быстродействующие дрожжи ванильный сахар яйцо и растительное масло для начинки яблоки сливочное масло сахар сок апельсина а цедру и добавлю в тесто готовим тесто стандартная процедура просеиваем муку через сито в муку добавляем быстродействующие сухие дрожжи они не требуют опары поэтому сразу добавляем в муку и пока отставляем в сторону в глубокую миску разбиваем яйцо добавляем соль ванильный сахар и обычный сахар и хорошенько взбиваем все венчиком х растворился вливаем молоко перемешиваем слегка перемешиваем дрожжи с мукой вливаем подготовленную жидкость и замешиваем тесто в самом конце вливаем растительное масло и продолжаем вымешивать выкладываем тесто на рабочую поверхность продолжаем вымешивать руками тесто должно получиться мягким эластичным не твердым не забитой мукой нежным и податливым вот такое мягкое тесто должно получиться чтобы тесто получилось вкусным и ароматным добавим него немного апельсиновой цедры с апельсина снимаем тонкий ярко оранжевый слой тесто немножко разомнем и внутрь добавим цедру хорошенько вмешиваем цедру в тесто вот такое слегка оранжевое тесто у меня получилось в глубокую миску наливаем немножко масла размазываем и перекладываем подготовленное тесто накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем убираем в теплое место на расстойку на час пока тесто поднимается займемся начинкой нам нужно очистить яблоки и нарезать на небольшие кусочки снимаем кожуру вырезаем сердцевину яблоки лучше всего взять кисло-сладкий сортов тогда пирог получится очень вкусным как обычно антоновка или семиренко я делю на 4 части и еще каждую дольку на 4 части вот такие тоненькие ломтики получаются так как у меня небольшие формы я буду делать два пирога в каждую форму по 4 небольших яблока в сковородку высыпаю половину от общего объема сахара так как у меня будет два пирога поэтому я буду использовать половину и выдавливаю немного сока апельсина я думаю одной половинки хватит на два пирога вот немножко буквально выжимаю для одного и оставлю для второго ставим на огонь варим карамель ждем пока сахар растворится и подрумянится карамель приобретает характерный цвет самое главное ее не спалить в этот момент можно выключить огонь теперь добавляем половинку от общего объема сливочного масла и уже провариваем карамель вместе со сливочным маслом как только масло растаяло можно выкладывать яблоки яблоки в карамели тушим минут 5 не больше делаем это на медленном огне переворачиваем чтобы яблочки немного протушились двух сторон если вы чувствуете что яблоки у вас уже стали мягкими снимайте с огня они должны быть слегка мягкими но не разваливаться в кашу поэтому время приготовления яблок зависит от их сорта все яблоки готовы снимаем с огня и выкладываем выливаем все в форму разравниваем по дну формы чтобы было равномерно по желанию можно добавить красных ягод я добавлю клюкву поэтому дополнительная кислинка в этом пироге не помешает пока занимались начинкой тесто очень хорошо поднялось этого количества теста хватит для одного большого пирога либо как у меня на два маленьких посмотрите какое тесто пушистое получилось легкое и мягкое хорошенько обминаем и делим на две части тесто раскатываем в круг по диаметру формы накрываем начинку сверху равномерно выкладываем тесто делаем небольшие надрезы чтобы тесто слишком сильно не вздулась заполненную форму отправляем в разогретую духовку на 200 градусов выпекаться минут на 30-40 прошло полчаса пироги готовы можно пробовать вот такой красивый пирог получился пока он горячий его нужно вынуть из формы переборачиваем в блюдо посмотрите какая красота у нас получилась сейчас пирог пропитается соком яблок карамели пока пирог горячий разрезаю его вот что получилось внутри посмотрите как тесто хорошо поднялось а сейчас карамелью и соком тесто пропитывается лучше подождать пока пирог немного стынет но я уже сейчас хочу попробовать как же это вкусно обязательно добавьте клюкву потому что клюква дает неповторимую кислинку очень насыщенный яблочный аромат вкус тесто воздушная легкая не пирог а торт сплошное наслаждение так как тесто сдобное не спешите есть его сразу подождите пока пирог остынет и потом нарезайте и пробуйте это восхитительно карамель яблоки и клюква идеальное сочетание вот так легко и просто я приготовила очень вкусный пышный и ароматный пирог попробуйте приготовить по этому рецепту и напишите в комментариях что у вас получилось а я на этом с вами прощаюсь всем приятного аппетита готовьте вместе с нами всем пока